Продолжение следует... 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 Второзаконие 5.16 Второзаконие 5.16 Почитай отца твоего и матерь твою, что продлились дни твои Ну ты хочешь жить на земле, чтобы у тебя нормально было все, чти отца и мать Это почитание означает безмолвно, любое слово ты должен принимать Нигде против, тем более не обсуждать действия отца с матерью Ни с отцом, ни с матерью, когда отец один и начинает на мать говорить Ты скорее выйди, ты не должен слышать это Точно так же и когда мать обсуждает отца Чти, что имеешь заработать от первого заработка, от всего, что у тебя есть Старайся заботиться о родителе, чтобы они не имели ни в чем нужды Никогда не противоречь, знай какой у них опыт Написано, что ты можешь воздать матери за родильные муки ее Я эти места не называю, они все в двух материалах, которые я сказал И еще, Ефесянам 6.5 Это послание апостола Павла в Новом Завете Почитай отца твоего и мать твою, потому что первое заповедь с обетованием Ну первое это заповедь не это А люби Господа Бога твоим умом, всем сердцем А здесь говорится с обетованием, то есть с обещанием Допустим, не прелюбодействуй Не прелюбодействуй, не кради И тоже ничего нет А тут обетование, обещание Богу, что ты будешь долго жить У тебя будет хорошее здоровье, у тебя будет питание У тебя будет все содействовать продолжению твоей жизни Чти отца и мать Вот эту заповедь, когда человек соблюдает, она дает обетование от Бога Что остальное Бог берет на себя Он тебя продлит Вот старший мой брат Самуил, он умер, ему 59 лет было А мне 74 Я еще сегодня даже не чувствую, что силы мои ссякли А ведь это 15 лет уже фактически 15 лет Он был первенец И он крепкий, здоровый был, но он умер Он умер Дальше Книга Исход, 20 глава, 12 стих Вы оставляете строчки две, дома выпишите Или отдельно И опять Прямо выписать эти места Исход Исх 20 глава, 12 стих Везде говорится, чти отца и мать А вот у Левит, книга Левит, 19.3 Есть так Бойтесь каждой, матерь свою и отца свое Бойтесь Это место, которое с другими местами не стоит рядом То есть одно дело чти, а в другом деле бойся Как? Во всем бойся Чтобы не нарушить, не бить бесстыдным Бесстыдным Это бойся блуда Бойся противоречить Бойся не искать благословения отца с матери Идете в школу, обязательно три поклона в угол Это всегда, чтобы у вас было И кто? Папа, мама, как вы зовете? Благословите У нас обычно отвечает Бог благословит Иди с Богом У тебя безопасный путь Выходишь, перекрестись впереди себя И там все будет по-другому Воспитание наше от родителей Не такое, как вот сегодня идет Мать дала нам страх Божий И этого было Евангелия не было, Библии не было Жития святых не было, Златоуста не было Ничего не было Но мать дала понятие об аде Есть ад и там огонь И поэтому бойся Бога Мать сказала одну фразу, которой в Библии нет Но она из других мест соединяется Бог сказал, будто бы Терплю до конца А буду мучить без конца Оно в общем есть Вечное мучение говорится И конец Божию долготерпению А мама их в одной фразе говорила Сама не зная откуда Я фразу такой в Библии не нашел Буквально вот так Но смысл был для меня ясен При этом великом страхе Даже по-простому В школе мы никогда не пили Вот были мы, где Павлов дом А школа была там, где у нас картошка В Визинке-то И вот это вот На большой переменке Я пробегал домой на пиццу Убежать дальше Учусь я в Порщиной Там за мной никто не смотрит Я ни разу не напился в школе Почему? Мама сказала, нельзя Там неверующие люди пьют И тебе плохо будет Ничего евангельского-то не было Знали начал Божьей милости Достойно и все А дальше помилуй меня Божьей верой Этой молитвы даже не слыхал Вообще не знаю Или вот как считает Ныне отпущающая раба твоего Из Евангелия Что поется в церкви Не было этого Мы не знали Еще запишем Евангелие от Луки 18.20 Вы только выпишите Пожалуйста эти места И вот здесь Господь говорит Знаешь заповеди? И перечисляет заповеди И говорит Почитай отца твоего Матерь твою Это требует справедливость К истинному православию Вот эта книга Она у меня 40 лет писала Сюда медленно-медленно Собирал из разных источников И там все о семье Все В достатке Евангелие от Марка 7.10 Евангелие от Марка Марк М.Р.К. Так пишется 7.10 Злословище отца или матерь Смертью умрет Поэтому матерного слова Уши му наши чтобы не касались Этого никогда не было Тем более свою мать Злословить перед людьми И как-то позорить Плата дорогая Смертью ты умрешь Почтение В этом все Я не стал дальше расширять тему Посмотрел Потому что Два материала которые есть Я их не хочу растеребливать Вы придете дома Спокойно посчитайте Вот как быть учителями Хорошими Преподавать Воспитателями Для детей То что вы задаете вопрос И второй вопрос о семье Он подробно-подробно описан И толковать там вообще ничего не надо Вот конкретно я где бываю с людьми Ну там где-то есть дети Я еще нигде не видел Чтобы воспитывали детей правильно Нигде Они просто как какие-то Козлята Обезьянки Прыгают Едят Спят сколько хотят А они не приучают их к серьезной жизни И это особенно в семьях священников Они о них не заботятся Где-то Вот сейчас простое дело Никита живет Если так-то рассомнится Ну у чужих людей У посторонних Я родной его дядя Я с радостью принял его Но он не хочет Спроси Почему не хочет Напиши на бумаге-то Что? Бесплатно За квартиру я не беру Питаться у меня бесплатно У меня все есть Все есть Картошка, мука Бесплатно Присадка Что еще надо? Вот Храм рядом Ну плохому не научишься Постоянный присмотр Но он не идет Причина треть Очень понятная А там Там где долго спят Он туда идет И мусор Сон Это главное Дальше накормят Посты И там соблюдают Но Ну может быть у нас построже Но при том Мы не ограничиваем Меню Ты можешь его расширить Но это как постная пища Которая у нас живет Ему надо больше 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 Вторую чашку наливать Третью Сварим еще что-то Мало того Из деревни тут приезжают Молочное покупаем Но он не идет И причина очень простая Был бы он духовный Не то что там Воспитывали правильно Может быть Но он не нуждается этим Он ни разу не подошел Ни одного вопроса не задал И чтобы вот так Позаниматься Это ваша мама Ирина Вот она сидит Рядом А она пожелала это Уже не один раз Я скажу Что потерявки Это единственный человек Который обращается С вопросом По воспитанию детей И с другими вопросами Те которые не спрашивали ничего Они потеряли все Их просто нету Дурное воспитание И они теряют Детей навсегда Дети чужие Они впадают в смертные грехи Вот рядом соседи И совершенно не верят Вот она тут тоже Ваш родственник разведенная Это на глазах На наших все Здесь Они слышат каждый день Слово Божие Мы утренние молитвы совершаем Поклоны постоянно То есть Учебе это наоборот содействует Не отнимает Согласна с этим Я с этим абсолютно согласна Когда человек в этом нуждается Сам он понимает Что ему это надо Вот То есть Ну вот Игнать Тихонович Ну нет вот такого Что например Начатки веры То есть вот что-то Зародилось в человеке Или вот Или он мертв Или живой Ну вот как бы сказать Я вот Сама вот что В верующей семье родилась Ну какой-то маленький страх Вот зарождается А потом все сильнее Сильнее Как бы человек все Как бы больше Больше ему открывается Но так же может быть Как бы вот Что Не Как бы Не знают Как это объяснить Что Объяснить так Я объясняю для себя Просто так Есть избрание И не избрание Много званых Но мало избранных Званых это кто услышал о Боге Призывает кто-то в храм Там по идее Ну что-то такое Приглашающее к высшему А человек не откликается И избранное Это не просто Я пришел в храм Ну ладно Я тоже пойду в храм Буду ходить Нет Это внутреннее избрание Мне легко об этом говорить Потому что я избранный От детства Вот нас 10 детей 10 5 сыновей У нас с матерью было И 5 дочерей У меня только у одного Это избрание было А остальные потом Постепенно Приходили Слышали Слышали когда-то А у меня это Ну как только я стал осознавать себя Как лично Там год-полтора У меня уже был страх Божий Я мог падать Вставать там Но Дух Божий Он все время был на мне Я падаю Говорит Это человек падает Говорит Но с открытым оком Один так говорил То есть я все время знал Путь к покаянию И от смертных грехов Меня Бог избавил Есть смертные грехи Которые перечисляются Там убийство Блуд и прочее Меня Бог отвел от этого Страхом Страхом Хотя В эти грехи Я мог многократно Впадать По моему Настрою И как я Готовился террористом Стать Отомстить коммунистам И проще Я тренировался Ужасно сколько Я вот на них гляжу Они Такие хилые ребятишки Я непрерывно Тренировался И тренировался Усыпился за шест За ветку Вот так Если я достану Хоть один листик Подтяну Дальше я уже Без всякой помощи На горшине Любой березы С березы на березу Скакайте Вон наш алкота Увидал Далекое идет Белый Вон его видать Беленький У Павла У сарая Он видать его Пошел Бродяга По полям ходит Игнат Тихонович Вот здесь Вы затронули Все места По отношению Детей и родителей Да А я бы хотела Вот именно Как бы К старшим Пусть вот Ну к батюшкам У нас такая была проблема Что вот Неуважение Батюшки Непочитание Там Еще кто-то там Старший Вот вы там Говорите Дети как бы Игнорируют вас Что То есть как бы Донести Вот по слову Божию Где об этом говорится Что это Дети восстают Уже против Бога Потому что Непочитание Вот идет Вот это вот Непочитание А вот эти места Там у нас все указано Которые я назвал Это и есть А тут такое Что тут говорить Он не принимает Потому что для него Это чуждо Разницы нет Никакое Для меня сейчас Припадет То есть Или родители Или старшие Без разницы Ему разницы нету Потому что У него нет цели И Дух Божий Покинул его У него ориентиров нету Какие вина От кого От родителей Где-то Я смотрю на это проще Он не избран Он не избран Я ему свидетельство Он не принимает И я не виновен Идите Зовите на брачный пир Вот это Приглашение Брачного пира Оно должно Всех коснуться Я приехал Я сказал А меня не приняли Все С меня снято Матфея 22 глава Это эпиграф Нашей работы И все А он не признает Старших Это в этом все заложено Это родители Не приучили Это зависело Уже от родителей Я возьму мусульман Вот Мусульмане Они не верят во Христа Но уважение к старшим У них есть И притом Такое уважение К старшим О котором можно Только мечтать Желать Хотеть Перед каждым старшим Он поклонится Японии Вот это есть Где-то Это от воспитания Зависит Просто уважение К родителям К старшим Это от воспитания От строгого воспитания И там Вообще Это не мыслится даже Вот представь Девочка вышла Я считаю Мусульманская девочка Побежала за водой А отец ее остановил У тебя щелок сполз У нее шаровары До сих пор Юбочка там какая есть И нога маленько Загорелась Щелок Он говорит Щелок-то подними Ты же пошла К колонке За водой Она говорит Папа Неужели это так важно Он говорит Если все тело спасется А вот эта часть Гореть будет в аду Тебе это надо Она тут же Подвернула Щелок Подбезала И тогда побежала Мусульмане Они все На уроке сидят Все до одной Два платках Как ухта у нас Церковная Поэтому наших церковных Мусульмане признают своими Говорят Мы нашли тут до того Красивые Наши мусульманки Ему говорят Объясняют Это православное Какие православные Это наши мусульмане То есть это старинный Вид благочестия Я привожу в пример Не христиан Чтобы люди понимали Я говорю о благочестии А почти не к старшим А к сокалы И чтобы кто-то поднял Руку там Или сказал на старшего Это Во всем населении Считается великим преступлением Будет домашний сход Будет деревенский сход Вот аул соберется Он будет изгоем Его могут убить Непочтение к родителям Почему? Вот злословище отца И мать смертью умрет Тут у них многое Такое же Как он на Моисеевом законе Но что я ему могу сказать? Я ему сказал Какой грех тебя ждет Твои дети будут Они тебе отомстят Они будут непослушны Это к тебе возьми Что посеешь Что и пожнешь А он не знает Ну не знает Значит все Больше ничего нет Вот это нелюдь Ты его вырастил себе на голову Ближние не помогали Не осаживали его Я мимо не прохожу таких Верующий, неверующий Обязательно побеседую Обязательно расскажу Что его ждет Ну а дальше уже отойду И как-то Бог провисет стороной Я только ухом слышу Что с такими людьми случается Вот как У вас кот по всей деревне Этот пестрый ходит Рыжий Вот у меня кошки все До того они ласки Вот я на улицу выйду А у них три у меня И я куда они иду Они за мной в бане Обратно Они за мной вереницей Так и идут Причина-то эти одна Это мое отношение К ним наложило на них отпечаток Я возьму веник Вот когда люди берут веник Котенок, кошка Все прячутся А он вокруг бегает Гоняется за веником Он не знает Что такое веником Когда его бьют Вот он Видишь на него смотрит Ему не полных три месяца Красота какая Голубоглазая Видишь какой он Как Вот так и дети Я вот с детьми Когда отдельно занимался Ну еще я в лагере здесь был Ну я воспитание Приветствую строго Но дети всегда Ждали когда я приеду На велосипеде там Или они катят сзади велосипед Или меня из больницы Привезли там первый час ночи Они все здесь стоят Их не могли уложить спать Это внутреннее чувство Ребенок внутренне понимает Я желаю ему блага И хотя строгость моя Как будто большая Но на самом деле Я создаю стопроцентную защищенность Каждого ребенка Чтобы никто никого не обижал Не обзывался Это научает К почтению старшим Он Навык у него к маленьким Навык тогда к большим Я его перестрою Прописую еще как надо А после родителям Все это расскажу Вот мы хотели бы Чтобы уважали старших И как Это нельзя сделать Это страх Божий и молитва Я о нем молиться начинаю Вот сейчас какая нужда у нас есть Мы все молимся Об этом У меня Большая помощь Потому что у меня много друзей Я всех оповещаю И все молятся Вот мы поехали в поездку Опасность где-то Молятся православные Молятся старообрядцы Молятся католики Я подошел к католическому священнику Благословился Меня за это осудят В Томске А мне нужды никакой нет Я внутренним голосом Голосом Я его не слышал Внутренняя совесть Господь благословляет меня Быть другом всем И они молятся Мусульмане Не христиане Как они молились за нас И все это в интернет выставляют Узнали что мы едем Они в магазин Там Нас давайте Вот кто-то возьмите Вот Виктор Николаевич видел Там такой кусок сыра Отрезали Эти лепешки Лаваш Там наложили кучу Банки с водой И помидоры Там бананы Рассчитать Сюда и деньги Не берут никак Это Бог делает Мое почтение Оно вознаграждается Даже здесь на земле Почтение Мы старше боялись Вот отец с кем-то встретится На поле когда пасет Но я уже большой У меня 5-6 лет Это считалось Я уже нормальный Пасу Я вот так вот за отца спрячусь И потихоньку выглядываю Он разговаривает Отец Кто-то проезжает мимо Остановился там на лошади Или как А я сзади Мы боялись Боялись И чтобы со старшим На грубителе Это даже не мыслилось нигде Вот как со мной Разговаривают мои племянники И было такое И чтобы я С дядей своим Разговаривал А дядя Это Вот Агафья Степановна Это Степан Это ее отец А у меня тихо Они родные братья Мы этого не знали Он сказал одно слово Дядя Или кто С великим почтением Вот сейчас говорят Мамочка Мама А у нас не было Даже мамы не говорили А мамка То есть как бы В такой форме Чуть ли не грубовато Тятя Редко тятя Тятька Но у нас Именно вот эта Забота друг о друге была Малины сколько соберем Я припомнил на столе Начинаю по частям раскладывать А их много Это сколько нас Да еще бабушка И как-то все это Настраивало На лад Покорности старшим У меня старший брат был Он ей шалкушки даст И отнимет что-то А я рот разину На него смотрю Он умеет все А я не умею Я люблю его Это закладывалось И оно Как-то неназойливо Так было Потому что Самой жизнью Все это Наводило на мысль Что старший Это моя защита И чтобы я Старшего где-то ударил Вот гляжу там Недавно Один в церкви стоит И ударил Другого Раз до другой А самый такой Небольшой где-то Это даже не именовалось Этого мы не знали Этого не было Он мог Он старший Он мог меня наказать Вот А я никак А мог я там Этот Младший это я Аким Чтобы он мне Или как-то против Тоже этого не было Я второй Поэтому все остальное Почтение Это уже ко мне А тот-то в Москве Ну бог мне дал особое счастье Быть в авторитете У братьев И даже у некоторых сестер С сестрами посложнее дело Потому что они замужем Вот маленький урок Я еще детям никогда говорю Чтобы не переборщить Не переучить Вот у меня жил Вася Плотников Мы немножко там есть Что помолились дальше Вася Ты занимайся по институту Где-то Вот Если что-то надо больше Мы утром тогда посчитаем Если у тебя свободное время есть Детям Привейте на первом месте Сестраю Божий Что он умрет И будет ответственен За все поступки свои Что он ответит На все Абсолютно Какое отношение К людям К животным Я в окно-то вижу Как коров гонят Когда овечек загоняют Мы в этом жили Мы деревенские И поэтому Мы береги природу Но вот это мне дано Старший брат Его спроси Он пас Какие гнезда Он ни одного не знает А я ее знал Десятки С разных птиц Я пасу И вижу Она летит червяком Я залягу И она долго летает Летает Она отводит Потом сядет А то я потихоньку Подойду Я знал Какие птицы Какие у них Малыши Какие яйца Какого света И чтобы нигде не повредить Чтобы коровы Не растоптали Заботиться О каждой буквально Твари Сусиков ловили Нам нужна была Его шуба Шкурка Сдавали Поэтому Когда я говорю О вопросе Воспитания детей Я постоянно Обращаюсь К своей биографии Нас родители Воспитывали Не зная Слово Божие Они привели Страх Божий Это привело Меня к постоянному Поиску Воли Божией Библии не было Вот я сегодня Закончил А потом я ее Нашел Бог дал мне Сегодня закончил Фильм Мессинг Вольф Мессинг Видели 16 серий Вообще не видели А если я дам Диск вам Посмотрите Когда Постепенно Это самый большой Был маг Маг Как волшебник Или кто Как называть Прозорливый Там Годы советской власти Он приезжал В Барнаул Когда я там Учился Но я не пошел И вот О нем Снятый фильм Очень интересный Я Всегда Рецензирую Фильмы И смотрю О воспитании Детей И о любви К ближнему О пощадке К старшим И как относиться К дару У него прозрительно Он предсказал Его вызывать К Гитлеру Ну казалось бы Он в Германии Он говорит Крах фашизма Будет по всему миру Вы захватите Много Но потом подавитесь И за него И он так Как говорится Загипнотизировал Всех И из тюрьмы Вышел А потом Переплыл В Советский Союз И вот тут Сразу же захватили И первый допрос Ну Все тут В конце концов Его Про него узнали Вызывает в Москву Берия Сталин Это реальный человек Реальность Такая И вот В НКВД Это Министерство Внутренних дел Там охрана На каждом этаже Проверка Офицеры стоят Ему задание Дает Берия Вот попробуй сейчас ты Документы сдай Без документов Выйди оттуда А потом обратно зайди И он вышел И где он проходит В часовых Его спрашивают В часовых спрашивают Почему ты пропустил Кого пропустил Прошел человек Никто не проходил А к другому подходит Он говорит Называет себя Как раз Берия Я Берия Ты что меня не узнал Он смотрит Да узнал Лаврентий Павлович И проходит дальше И прошел в кабинет Сталина И никто его не мог задержать И он предсказывает Когда будет победа Сталинградской битве Назвал февраль 43-го года Предсказал победу Победа в 45-м будет А все ждали Она через год будет Нет Ее не будет Его везде угнетает А когда до дела дойдет Его тогда к нему Ты же предсказал Все сбылось В мае 8-го мая Ему это открыто было Но он делал Когда говорил Вот так трестся Все У святых так не бывает Тем более он был Некрещеный еврей Вся его обстановка Была такая еврейская И он до конца Все время спрашивал Я не знаю От Бога это или от дьявола Он как бы не знает Но там поучительного И там столько страха Во время войны И как это дело было Вот если желаете У Виктора Николаевича Можете спросить Я только что закончил Смотреть Как воспитывать детей Вот родители Когда ненависть сеют Без причины наказывают Это очень плохо Лучше не наказать Если не доказано Он должен сам сознаться Особое наказание Это за ложь Ложь должна быть Нетерпимая Вне закона И он это должен знать И сразу Вот у меня дети есть Если сделал не так Они прям бегут Сразу я сделал это то Это значит что Если я узнаю Будет наказание Он сделал там Разбил Наказание будет Надо такую вещь вернуть Не буду же я Что ты сознался Ну наказание такое Символическое бывает Я подойду Побеседую Я даже за стол Ребятишки садятся Ну и бывает у него Что-то не так Наказание надо Его плохо работал Я говорю Или ты решаешься Завтрак Бывает первого Или второго Или наказание Тебе три горящих Тот Бывает такое Мне три горящих Лыши Но я пообедаю Вот за смелость Тебе не будет Ни того Садись Съешь Тогда А который трясется Значит без обеда Ну все Тогда Наказания ему нет Но он сидит без обеда А этот поел А другой раз Этот уже понимает Надо лучше сознаться Вот понимаешь Это все элемент воспитания У меня были здесь Профессора психологии Профессора И многое расспрашивали Откуда вы это все знаете Откуда у вас там Талант или что-то Я отовсюду брал Был в Америке По скаутским лагерям Ездил там Знаю как в Австралии В других странах Швеции воспитывают И все сравнивал с Библией И брал лучшее Ну и главное Самому надо Что говоришь Исполнять Вот у нас устав Висит в лагере Я считаю его И я по каждому правилу Должен сам быть там Я не могу Сказать тебе говорить А сам не буду исполнять Какой же я исполнитель Вот Если нужен платочек С платочком Значит он у меня в кармане Все время У меня в кармане И в костюме Тоже отдельно платочек Если нужно Чтобы с головным убором Значит так Ну все что я требую Я там все сам выполняю И родителям легко действовать Когда они Слажены Заодно И этот страх Божий Чтобы у вас на столе Лежала Библия Приучите себя Святая Библия Была на столе Большая Вечер наступил Давайте дети Почитаем Хотя немного Или утром Когда расходится То есть Я не знаю ваш распорядок У нас все время Считаем мы каждый день И каждый день Мы считаем Больше полчаса С толкованием Каждый день И делаем запись Вот Нужно приучить К поклонам Вот у нас поклоны И они вот Работают ребята Тут забегают А вы давно молились? Недавно Опять мы на молитве У нас тут Не меньше семи раз Пошли с Володей Зерно таскать С Виктором недавно Голубям на ту голубятину Затащили У меня там лесовка отдельно Помолимся Три святое Сто поклонов То есть У нас все время Такой настрой Тишины Внутренней Внутреннего света Поехал К Жене Мы уже тут знали Сколько и помолились Вернулся оттуда Первым делом Поблагодарить Бога Опять Ну я даю Просто опыт вам передаю Притом этот опыт На безотказности Господь это заповедовал Раз А во вторых Я получаю ответ Совершенно Кажется Невозможно было Даже получить это Но мы получаем И все так будет Как Господу угодно А почтение Чтобы другого Почитал Этому Кажется Особо и учить не надо Это внутреннее Качество Вот этот вот Он играть может быть А бить он Никого не может Старше Иначе она ему Трепку задаст Это самое У лисинят Лисицы Когда у волчат И везде Почтение к старшему В животном мире Это всюду Преобладает Его этому Никто не учит В нем это заложено Вот так и в ребенке А если он от такой Отстает Как Анфим С батюшкой Разговаривает А я первый Спросил Ты отвечай Как у нас Отец говорил Говорит Задавить не грех Я не могу Этого сказать Но у отца Была такая поговорка То есть Растет злодей От которого Ничего нельзя ждать Кроме пакости Мерзости И родители За них будут отвечать Если ему Покаяние не дано То родителям Надежда почти не светит Ну Надежда Васильевна Давай 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 Подходи Там открыто ворота Дверь-то не закрыли Нет Не закрыли Ну а что она тогда Слышит Нина Васильевна что ли Ну Дверь-то открыта Вот Она не знает Что дверь открыта Решила Сюда видно Приехала Вот Я еще раз говорю Я основываюсь На собственном опыте На опыте Который Положителен Во всех примерах Это страх Божий Чтобы верить Что будет суд Божий Ты делаешь плохо Ты получишь плохо Если не так что-то Вызов на молитву Давайте дети Помолимся Давайте Что нам Господь скажет Чтобы вместе Склоняться на колени Просить Бога Благословить Дети Чтобы это знали Приучите молиться С поднятием рук Четко крестное знамение Мы православные И поэтому Должно быть четко И ясно Проходим Мы беседуем Специально О воспитании детей Видите как Я не по книгам Это делаю А из опыта жизни И книжную мудрость Накладываю на это Как самому Мне приходилось Вот если я дома Что-то работаю И ребятишки Я занимаюсь Переплетным делом Я их всех До одного научу В лагере Они у меня все Бумажки сворачивают Переплетают Сшивают То что я умею И в это время Мы говорим Вот учил я их Разбирать Какие деревья Листья И как искать Птицы В природу надо вводить Пойти с детьми Вот ладно Поши ягоды Другой остановитесь Вот как Одна земля рождает разное Дивен Бог И какую-то фразу найди Все прекрасно сотворил Хорошо и весьма хорошо И скажи Где это написано Давайте дети Пропоем Богу Слава Богу за все И дальше опять пошли Собирать грибы Там или ягоды Нина Проходи пожалуйста Сюда Сейчас мы пойдем Вот у меня практически все Вопросы Вопросы Еще нет Мы поблагодарим Бога Но вы сказали Книги это у вас есть Да По одному экземпляру Божия Мы умоляем тебя Матерь Божия Помоги Покрой мофором Любви твоей От всякого Несчастья Случая Чтобы душа И была не осквернена И сохранили себя В благодати Твоей Боже всемогущий Услыши молитву Всех молящихся О нас Во благо нам Да будут эти дети Благословены В семьях своих Если они должны быть Тебе слава за все Отец Сын И святой Дух Аминь Во славу Божию Это мамка его пришла Мамка вот эту Маленькую Видишь какая Пуша Они не боятся Ничего А у него папа Такой же белорыжий Да Вот Папа у них был не рыжий А мать рыжая Где она есть Не знаю Ушла на улицу видать А отец белый И от матери Они наследовали Только ушки красные Одинаковые Видишь Желтенькие Но раз он от нее А они у него Менее Ну чуть-чуть Палевые Так сказать Вот они Их видать Представь Три месяца нету еще Какой он большой Ну играет Какие ролики Мы сняли Как он Когда она мышь Принесет Что он тут с ней делает Это Три месяца Нету еще На три месяца Ребенок лежит Еще гуля-гуля Не научится говорить Вот они как Куда не пойдешь Они за тобой На улице бегают По славу Божию Давайте А потом И на 5 дней А вот